Продолжение следует... 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 будем готовить до ромашковый чай если вдруг чай останется в сотейнике всегда можно так и до накрыться полотенцем немножко сделать себе ингаляции потому что все-таки у нас зима мы помним нужно прогревать обычный пакетированный чай мы будем использовать вы можете взять какую-то лекарственную ромашку лучше взять именно ромашку в формате типа чая который продается в магазине пакетированный заварить один пакет на 300 миллилитров воды примерно при температуре 85-90 градусов чтобы сильно ее не перезаварить чтобы не было этого аптечного привкуса подогреваем она нас уже заранее заварена вот у нас сегодня опять же здесь такой кухонный небольшой островок сюда заливаем масло вагон до ромашку сотенит нет алкоголя абсолютно мы за рулем на спортивном режиме и вообще в целом были праздники 10 дней честно вам скажу вполне себе достаточно да но вот опять такая же немножко праздничная история она не оставляет нас в покое поэтому этот напиток будет отчасти такой немножко лекарственный в хорошем смысле этого слова при этом это будет очень прикольно такое сочетание пюре юзу мы в первом эфире говорили про пюре юзу и вообще что это я напомню что пюре юзу это такая селекция в свое время произошла в юго-восточной азии и чуанского лимона и мандарины то есть это здесь можно прочувствовать и кунг ваты лимон и мандарины апельсины красный апельсин очень такая интересная задумка много до витаминов внутри очень такой он цитрусовый и так как вообще в юго-восточной азии популярна в целом и ромашка и юзу в том числе мы решили давать не такой европейский флёр это будет бергамот из бергамо и что как ты будешь добавлять на этот объем мы будем делать два напитка два объема на говорю на один до чтобы вы потом могли там умножить сложить разделить и так далее 20 миллилитров пюре наливаем джиггер джиггер да он же джиггер он же джиггер наливаем сразу прям сотейник или в кастрюлю где вы будете это заварить можете в печери в какой-то турки или во франч-прессе который был придуман для кофе ты помнишь открыл тайну тебе добавим бергамот и что примечательно вот в подобный напиток в силу того что и бергамот и юзу это довольно такие цитрусовые и в меру кислый но при этом еще и сладкие продукты у нас создается вполне себе очень превосходный баланс очень важный момент поймать баланс напитка чтобы у вас было вкусно чтобы вам было прекрасно хорошо и приятно так плавно ты размешиваешь такой ложка вилкой ложка вилка до до поход на бар на домашние ложка вилка которая пригодится вам везде пюре добавили сироп добавили уже ромашковый чай у нас там дома где-то может быть в баре вы можете еще использовать какие-то специи которые у вас есть сюда очень хорошо подойдет кардамон кардамон в целом хорошо сочетается с ромашкой можете кинуть сразу так как я кидаю сразу потому что у нас уже горячий напиток я единственно оговорюсь лучше не сильно не прогревать со специями просто раз и говорю что они отдают много горечит они на либо кинуть сразу в стакан если у вас еще все ваш примикс очень холодный либо тогда кинуть сотейник вот я кардамон кинул сразу сюда в горячий чай буквально до 2 на 1 напиток а уже палочку корицы я отправлю у нас бокал вот уже все подогрелось но в какой же праздник без цитрусовых конечно также чтобы сейчас резать я буду резать вы будете резать лимон и лайм для контраста режем как раз таки лимон витаминов много не бывает я напоминаю так я кстати сейчас знаешь пока скажу что скидки активируются когда вы войдете в личный кабинет уже непосредственно да не все они сейчас прогружены именно но на каждый из данных позиций они имеются поэтому не переживайте когда вы добавляете в корзину потом входите в личный кабинет и видите уже цену совершенно другой приятный более для вас так без мочи кто что добавишь лимончик лайм уже ему онлайн да опять же как вкусовой такой оттенок который будет подчеркивать им на вкус напиток трубочка была трубочка была исчезла напиток готов давайте так чтобы было честно потому что мы будем давать это пробовать мы вот кардамон прямо пинцетом по 2 какой-то пинцет мощный вообще далеко не косметические да и кстати далеко можно куда проникнуть скажем бокал очень высокий можно проникнуть такое медицинское оборудование я смотрю на части да но часто даже вот в поездках в аэропорту спрашивают вы доктор я буду в какой-то степени да могу и подлечить так совершенно красиво но это вот так и правда глоток здоровья очень хорошо это можно делать как заготовку в термос взять с собой код на прогулку в парк не знаю сейчас пара коньков лед везде снег везде можно просто пройтись прогуляться по своему городу он готов и его для всех стран страждущих кто любит выпивать и распивать горячительные алкогольные напитки сюда прекрасно подойдет какой-то белый напиток спиртосодержащие почему так потому что подойдет в целом и текила потому что она всегда очень хорошо подходит по профиль цитрусовых продуктов и ром подойдет и джин и водка главное чтобы это был не темный спирт какой-то выдержанно именно белый ну что надо кого-то звать обязательно попробовать давайте сейчас попробуем этот чудный напиток сейчас позовем да например давайте позовем дашу дарья ну раз пошел такой концерт да вот вам прекрасный оздоровительный напиток на основе ромашки юзу бергамота и специи так ну попробуй что там главное не расплескать ароматный говорит дарья а главное согревающий все манифика белиссимо белиссимо никита браво браво ну что же мы отпускаем дашу кайфовать и пить этот чудесный напиток а сейчас я все-таки прихожу григорию понимаешь дорога холодному вдаль сегодня да да вот никита только приготовил горячий чай да я думаю что многие знают и про холодный конечно да особенно летом кстати польз популярность конечно и это на самом деле очень простой чай вы можете приготовить его легко сами дома это будет прекрасно потребуется для этого что нам потребуется мы сегодня используем для этого сироп green один наконец-то появился наконец-то да да про него спрашивали и это один из самых популярных сиропов которые вообще используются покупаются и так далее вот что можно сказать у нас в линейке манин сироп green 1 это можно сказать ягодный сироп с оттенком ягод разнообразных и конечно green 1 также используют для подкрашивания напитков вот но у него прекрасный аромат и вкус так и что сколько нужно его скажем так на вот такую порцию вот на такую порцию нам понадобится 30 миллилитров сиропа так вот наливаем его в джиггер заметьте тот самый сироп от манин green 1 вот прекрасный цвет вот как будто вот такое красивое красивое вино так очень красиво все это безалкогольное я опять же вам напомню все это можно пить даже детям правильно конечно да и так далее наполним наш бокал льдом потом добавили уже сразу сироп манин добавили льда уже сразу видно что получится красиво точно конечно и что сюда сейчас пойдет сейчас мы будем украшать этот напиток и конечно же дополнять его другими ингредиентами ребят я никогда не видела такого ажиотажа у нас за кадром когда именно ваша трансляция все приходят и выбирают напитки которые видите ли они будут пить представляете прям сразу приходят все мы сами в шоке ну вот и так просто нам понадобится для украшения это ягоды просто можно да вот мы сегодня взяли размороженные ягоды вот и наполняем бокал так смотрите а знаете за кадром еще с происходит они делят между собой вот этот я возьму говорит этот я хорошо бери бери это ты а я следующий посмотрю вот так вот происходит все до прямом и вот ягод не жалеем чтобы обязательно не повлияли на вкус и так далее мы дополним напиток я сказал что это будет холодный чай и мы используем каркаде вот это очень интересно потому что используя как раз вкусный красный чай тогда но и по цветам мне кажется очень здорово так так то о красиво сам впереди день святого валентина кстати классный вариант такой утреннего коктейля когда в принципе еще вроде может быть рабочий день да то есть можно начать день вот с такого коктейля а потом уже вечером продолжить чем-нибудь другим дорогая мальчику да можете но это красиво после ряда как смотрится сразу конечно интересно как ты так сейчас кому же он достанется и просто нужно помешать конечно нам нужно перемешать чтобы весь вкус был рам полноценным и у у нас был баланс во вкусе а в чем отличие гринадина от гранатового сиропа хороший вопрос а как вы думаете саша позволение да я отвечу конечно исторический green один хочет ходит на самом деле много споров по этому поводу есть легенды истории но в целом глобально первый green один он был гранатовый потом произошла там происходило ряд трансформации рецепты путешествовали по миру какие-то аналоговые истории уходили в закат появлялись какие-то новые формы и так далее поэтому вот последние может быть там лет 30 может быть даже больше эти два направления разделились гранатовый сироп это безусловно исходник это гранатовый сок либо какой-то гранатовый гранатовый эссенция или ароматизатор а гринадин приобрел на форму ягодного сиропа разных производителей он имеет принципе одну и ту же канву только некоторые производители иногда например как мы добавляем немножко ванили потому что ягоды с ванили очень круто сочетаются слушай ну тогда я столько уж вокруг этого гринадина кстати спрашиваю там еще если добавить черный чай испортится вкус или нет 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 конечно холодный для сложный вопрос одно сложный ответ слушай вкусно это действительно очень вкусно при этом охлаждает так мне нравится это и летний такой вариант и можно если какие-то вы устрою устраивать там дни рождения праздники всегда мне кажется зайдет такой свежий коктейль как аперитив да как подготовка мне кажется это здорово так спасибо тебе большое григорий я его оставляю себе я не буду делиться с вами ребята вы можете даже подходить сейчас вот а что делаем дальше что на горяченькое welcome to the welcome to the hot place welcome to the hot place но я решил тоже немножко подразбавить собственный цех интересными идеями и взял на себя смелость приготовить тоже холодную историю черный кофе да хватит зернышки перемолол залил горячей водой быстро раз туда вот golden eagle типа да это читай капучино написано что нужно еще будет холодный прошлый раз было несколько запросов на тему попкорна каких-то бисквитных вкусов каких-то кондитерских сегодня привезли попкорн в жидком виде в качестве сиропа и уже в таком взрывном виде да спасибо что ты все таки не напала на этот стаканчик но я оставлю тебе несколько назовем это попкоринок даже поэтому мы сможем потом а вот попробовать вот кто-то пишет что добавляет легко эти сиропы и в алкогольные все коктейли конечно абсолютно все хорошо считается итак будем готовить кофе по-вьетнамски он существует горячий в горячем виде существует в холодном виде мы решили сделать сегодня в холодном виде и кофе по-вьетнамски это что это черный кофе с сахаром как правило и со сгущенным молоком как не странно как не парадоксально я бы даже сказал в юго-восточной азии в целом вьетнам ну там лаос бирма таиланд там очень популярно сгущенное молоко или концентрированное молоко с сахаром поэтому подумали а почему бы не сделать нечто такое десертное свежее в том числе потому что кофе будет холодный и он очень хорошо раскрывает в принципе все танины все свои яркие ноты но и в том числе добавить сгущенное молоко но мы его смешаем со сливками помните мы взбивали во френч-прессе мы вы тоже немножко по взбиваем чтобы он слоями лег у нас на лед но это будет самый сладкий на сегодня да но мы знаете как сам по себе попкорн именно как сироп он очень яркий поэтому вот на объем даже 350 400 миллилитров если мы даже готовим со льдом 10 миллилитров для оттенка для вкуса если учишь там же будет сладкое молоко его будет вполне себе достаточно я просто спрашиваю я думаю что нужно звать самого злого зрителя николая у нас вот такой на самый строгий человек и нужно немножко развесить сладким коктейлем да 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 поэтому сейчас будем как-то пытаться его задобрить максимально все просто опять же можно да если вдруг вы спросили по 10 миллилитров на порцию так что в сумме было 20 и а можно ли готовить горячий спросите у меня спросите вот вы меня не спрашиваете а я конечно можно все то же самое и это даже будет еще проще да можно просто сразу черный кофе или с кофе-машин если есть дома или просто заводить в френч-прессе добавить сироп у вас уже будут готовы перемиксы просто наливаете стакан чашку в кружку неважно куда откуда вам привычнее пить может быть вам привычный пить из половника и сверху будете выкладывать сгущенку из ковшика до утренние выпивушки кстати вот мне кажется вот такой зайдет как именно уже вы знаете когда сюда отпраздновал вечером до утром организм требует сладкого обязательно обязательно что-то энергичного мы заранее безусловно подготовили кофе он уже у нас остыл а вот если мы например бы если наливали горячая то лед быстро бы таял и разбавлял наш напиток и весь баланс весь вкус у нас бы поехал совсем не в ту сторону в которую нам нужно чтобы он поехал вроде все просто данная горячий кофе обязательно вот у нас стоит френч-пресс мы сюда наливаем сливки пропорция абсолютно скажем так произвольная и та пропорция которую вы будете делать вот та и про и и самое честное то есть как вы любите так вы и правы сгущенное молоко да официально у нас вот николаю надо значит нас получается кофе я делаю один к двум у меня две части сливок одна часть сгущенного молока опять же в силу того что там есть сироп уже в напитке и сироп сладкий чтобы не пересластить нам весь этот наш напиток добавили вот опять же используем заварник для чая который я всю жизнь думала что он заварника оказывается нет если вы вдруг ходите в спортзал то вам это будет сделать без труда если вдруг не ходите в спортзал саму спору начать да именно вот с таких вот поступательных движений все очень аккуратненько хорошо да вот то же самое мы делали когда мы готовили ирландский кофе а также взбивали вот но при этом действительно круто что получается добавили кофе лед еще сохраняется они вот наш потому что я думала как-то горячим кофе сделаешь ну разбавишь да что у нас ну такой такой себе кофе потому что сразу будет очень много воды так опять у тебя слоями все это получается укладывать где вас это мучат слушай как красиво так раз и ровненько посмотрите фанта это магия я осознанно подчеркиваю это слово оставил сироп снизу с визуальной точки зрения это в принципе очень интересно выглядит особенно когда вы подаете там своим гостям ли кому-то еще но вы всегда можете подавать с ложкой они все это размешают последний скажем такой финальный штрих а что это такое мускатный орех как его нужно делать залог энергии счастья и богатства раньше кстати в древности залог энергии чего счастье у счастье и успеха то есть сейчас наш коллега выберет и сразу все это появится завтра проверим довольно немного так на терке а мускат раньше был очень дорогой его можно видео кстати хранится такой менять да на какие-то драгоценности даже да он специально храниться в баночке просто никто не уволок и все в целом все готово и я могу с вашего позволения тому кто будет сейчас пить я это размешаю чтобы чтобы сразу появилась и богатство и энергия жизнерадостность любовь к людям чтобы сразу кофе заряжает на успех ты видишь что вот этот человек который не хочет появляться просто вытягивает сразу да и забирает николай приятного кофе пить и пусть будет вкусно энергично и богато если вам будет мало сладостей вы подходите у нас тут есть уже но класса и во-первых выглядит очень красиво ну конечно сиропа и хищенец хотите сиропа их есть у меня есть но во первых очень красивый получается напиток чем-то похоже на вот этот очень популярный алкогольный напиток по цвету но так хочется чтобы ну что да вот магия была именно в кадре ох не досталось а смешишь руки за загребущие приятного просмотра вот осталось 2 это тебе спасибо большое я обязательно ответы так ну что мы тебя покидаем но ненадолго так григорий что дальше переходим обратно в холодный цех от никита уже что-то холодное приготовил но все-таки вот инициатива на мне по холодным коктейлям он чтобы никто не сознавался у меня лапки итак сейчас мы приготовим лимонад но опять же необычный лимонад мы тоже в прошлых наших афирах говорили об этом что бывают разные виды лимона вот сегодня мы приготовим так называемый флот лимонад это лимонад с использованием и я скажу в конце с использованием чего вот а вначале это расскажу про ингредиенты которые туда входят нам понадобится сироп земляники на одну порцию будем наливать 20 миллилитров сиропа 20 миллилитров сиропа вы кстати пока записывайте так при этом смотрите где можно будет найти повтор не знаю возможно будет на платформе озон так где можно найти эти рецепты записывать их именно сейчас момент прямой трансляции конечно наверняка есть какие-то подобные рецепты но у ребят авторские рецепты и свои фишки поэтому лучше сейчас и записывайте и параллельно потом можете делать также мне понадобится пюре юзу поделиву пле господа его нам понадобится 30 миллилитров на одну порцию то есть видите у нас такое интересное сочетание ягод и цитрусовых далее мы добавляем лед льда dangerous чтобы наш лимонад был холодным конечно тем больше льда в напитки чем плотнее соприкосновение жидкостью льда они вот как в равноценном таком союзе и тайка льда происходит меньше соответственно и разбавляется напиток меньше всегда нравится когда лед начинает таять да то что и существует вот такое заблуждение распространено что там если много льда соответственно напиток он как-то будет разбавлен или как-то будет не долет ни в коем случае не нужно так думать и это в корне неверно наоборот чем больше в вашем холодном напитки льда тем напиток гораздо дольше будет оставаться в сбалансированным насыщенным и таким как вам его приготовить пошли ягодки тоже свежемороженая земляника опять подтягивается зрители на слово земляника темпами у нас подсолнухи появится подснежники далее мы добавим просто газированную воду как обычно как часто бывает давлен газированная вода чтобы не был напиток очень сладким так но это прям тоже какой-то освежающий да да конечно это вот тоже лет не можно сказать освежающий вариант или когда вы сидите даже в зимний вечер дома и смотрите на вьюгу но вам тепло и вы хотите чем-то освежить так понятно слушайте а здравия пишет здравствуйте здравствуйте юлия а бутылки сиропов только один литр или есть по 0 5 давайте я расскажу самый минимальный объем который у нас существует это 50 миллилитров но есть такая небольшая поправка на ветер не все вкусы представлены в данном объеме силу разных причин я вот так следующий объем это 250 миллилитров 3 объем это 07 4 это литр к сожалению 05 объема у нас нет потому что существует определенный стандарт бутылок который это продукт пришедших нам из европы из франции поэтому есть четко не определенный стандарт но вот мы посчитали что вот такая градация вполне себе допустимо но если вы хотите меньше до возьмите объем 250 он тоже представлен я думаю что на платформе озона и в разных магазинах да мне кажется лишним не будет да там в принципе то 07 тоже очень удобно то есть всегда можно взять но смотрите какая неожиданность что мы взяли же пломбир для для лимонада просто невероятная магия валера что ты творишь сейчас же свернется молоко да вот это ой на смотрите как классно и так вот смотрите то есть у нас получается газированный напиток с пломбиром вот так как там внутри у нас есть земляника давайте украсим еще клубничка клубничкой свежий шикарно ну просто мечта еще еще одни те же тот же самый пинцет только другой формы так забавно что такие же используются женщины косметических пока ехали до смотрим идет женщина торчит из сумки да это для наращивания это для выпрямления и мне кажется таким напитком можно удивить любого ребенка мужчину а главное женщину а главное удивим сейчас давай будем удивлять позовем ее тоже вот ой ну что там из пломбира прошу вас поудивляем красота же ведь правда мне кстати очень нравится что вы вот как бы круто 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 но знаешь что мне нравится что вы в принципе делаете вполне понятных ингредиентов у вас тут нету какой-то веточки гуашин даже который надо найти то есть все очень понятно меня на какой-то момент поймал мысль что ты ческар знаешь что и самое интересное что вот вы творите такую дичь а по факту очень вполне себе вкусно можно и так хорошо так что дальше но раз уж такой вот у нас противоречивый остров сегодня холодный горячий как не могу определиться то что знаешь зима и хочется как чем-то согреться но при этом мыслями где-то в южной стране хочет съездить погреться по разным причинам это не всегда возможно поэтому вот у меня есть никак не могу определиться но все-таки сейчас будет горячий напиток и вот тот самый тоди такой некий шотландский напиток который изначально состоял из виски черного чая лимона специи и есть еще одна такая разновидность hot butter тоди горячий масляный тоди или горячий масляный игрок можно еще в такой интерпретации сделать мы решили опять же приготовить безалкогольный вариант и здесь уже будет такая комбинация довольно интересных сочетаний мы говорили что кофе часто воспринимается чем-то сливочным вот таким бисквитным десертным но при этом не всегда кофе воспринимается чем-то фруктовым я решил поразмыслить отчет и пришел к выводу что почему бы все это не соединить именно в профиле чая потому как с чаем гораздо проще работать у нас нет никакой молочной основы так называемый поэтому сегодня что у нас черный чай да я налил сотейник он уже вот нас подогревать вот пока ты сейчас говоришь тут просто еще спрашивают а сироп земляники в принципе подходит к выпечке можно его использовать конечно это отличный сироп который подходит к выпечке какой-то в кулинарии его тоже очень часто используют может с ним выпекать что-то торты может быть какие-то панкейки да можно можно поливать допустим оладушки или еще что не такое это все будет отлично сейчас я вернусь никите она нас обидится и все сделать у меня тут вечеринка одинокого ковбоя у нас будет сегодня сочетание одинокого тысманин как я обычно люблю быть green 1 я не один записывайте и подписывайтесь на мой хэштег я будет сочетание сливочного сиропа это баттер скотч опять же отсылка именно к такому чему-то английскому шотландскому все потому что родина баттер скотч как раз именно вот шотландия и игруша в качестве пюре пьюр вильямс сорта будем добавлять ее буду готовить два напитка но на один напиток я расскажу пропорцию это 150 черного чая 50 яблочного сока 20 пюре записывать 10 сироп и конечно же мы добавим цитрус мы добавим спицы финальным таким аккордом в этом напитке будет выступать сливочное масло можно сильно не переживать буквально там на кончике чайные ложки вы добавляете это подчеркнет именно сливочность напитка груша очень хорошо сочетается со сливочными элементами опять же можно вернуться какой-то выпечки панкейкам тортом к десертам но и часто всплывают рецепты именно фруктов например и каких-то сливочных оттенков здесь кипит чай с яблочным соком да все он закипел мы выключаем вот эти вот эти пюрешки ваши очень красиво выглядит серьезно такие прямо не они вот прям как вот их есть хочется ложкой да настолько они классные добавляем сами в шоке сначала когда устроились я честно сказать один из моих фаворитов именно это грушевое пюре потому что даже дома если вдруг едите мороженое можете полить прекрасные лимонады груша бергамот например груша гренадин груша да с любым цитрусовым или каким-то фруктовым вкусом всегда можете сочетать и как показывает практике даже со сливочными продуктами например груша карамель очень часто можно встретить в кофейнях там подобные раф или латы на но чай максимально подходящий профиль к данному напитку а это подожди что это баттер скотч по сути по русскому сказать сливочная ириска не золотой ключик как было у нас в детстве а нечто более жевательное скажем так и более вкусовое чем золотой ключик это такой было купим цемент для зубов мне кажется так или у меня было просто такое детство может публика которая смотрит меня поправит этот прекрасный вечер а с кофе подойдет и какой именно можно посоветовать прям просто к черному кофе черному кофе подойдет попкорн подойдет баттер скотч это то что сегодня нас представлено подойдет карамель обычная либо соленая на нас линейке есть такие вкусы как шоколадное печенье брауни это такие именно темные профили вкусовые которые хорошо подходят именно к черному кофе я иногда фигурирую на youtube и в таком небольшом кулинарном блоге алексея турковского моего хорошего друга у нас есть рубрика по 50 там мы готовим алкогольные коктейли там 18 плюс есть пометка но не потому что мы там занимаемся какой-то расчлененкой а именно со словесной точки зрения 18 плюс но можете зайти на youtube рубрика по 50 и посмотреть до разные варианты напитков которым там готовим почему еще сливочное масло настолько стало актуально например в соединенных штатах есть такой кофе называть bulletproof кофе куда именно в сам кофе в черный например с каким-то с сахаром или сиропом добавляется сливочное масло это вообще пить напитки с маслом пришло как правило из тибета тува вот такие вот степные бурятия народы да потому что когда у тебя тебе нужно энергию сохранить внутри своего тела и тебе нужно очень много каких-то плотных жирных продуктов это позволяет тебе скажем пережить эту суровую зиму посмотрите за окном там суровая зима поэтому я подумал а раз уж у нас зима тогда не взять нам масло так буквально там полграмма отличный блок видишь тебя знают вас кто-то узнал из даже из этих зрителей так 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 и тоже тебе нужно григорий срочно с кем-то объединиться у него педи по 50 и как по 50 папе по 50 а те по 100 вот так мы правильно ответили вот вам татьяна скажите про кофе вы это имели ввиду да так андрей вы тоже кстати можно задавать вопросы куда можно добавлять дынный сироп еще такой вопрос григорий дынный сироп можно добавлять в разные лимонады и также с ним можно делать интересные холодные какие-то напитки холодные чаи и в основном это сироп как раз больше для холодных напитков для холодных напитков вот сейчас ответили а саша вот это вам так смотрите вот кто-то говорит здесь сейчас цены заметьте вот не везде есть перечерпится снижением вы это все увидите у себя в личном кабинете да то есть скидка все равно есть добавляете в корзину потом в личном кабинете увидите снижение боже мой грушу туда грушу туда суши ну ты это и попил и поел это эпатаж это шикарно да можно поужинать прекрасно не а при этом вот сегодня тоже наш оператор ехал издалека тоже промерз тоже надо вот я смотрю прям он засматривается засматривается на этот напиток ох класс но мне кажется ты знаешь вот вроде ты делаешь так просто но получается очень красиво и при этом получается вкусно ну правда ведь все у вас так как-то слаженно работает и при этом это всегда интересно не просто чай заварил чайный пакетик и пошел я в шоке ты в шоке а ты что отпил я не увидел я шмыгнул ну давай поделимся саша саша возьми ну что ты вот в такую холодную пору надо согреваться чем-то тепленьким класс поэтому смело переходите заказывайте те вкусы которые нравятся именно вам все это представлена сейчас на платформе озон внизу в левом углу экрана есть весь перечень а мы покидаем никиту но опять же ненадолго и переходим григория в холодный цех да итак да вот мы взяли тренируем я не нахожусь прекрасные бокалы чем напоминает вид винный дома конечно сразу вот и мы говорим что мы делаем безалкогольные коктейли да но я думаю что очень многие еще летом вот помнят какой был какая была популярностью такого винного коктейля можно сказать так аперитивного это опероль сприт конечно да да вот тут я вижу кто-то уже подтянулся сразу на оперольчик да да и мы можем сделать легко безалкогольную безалкогольный вариант его вот это сразу я себе закажу так вот чтобы даже если вы за рулем вы смогли получить точно такой же вкус и при этом обратно сесть за руль я думаю это очень удобно это удобно да а при этом никто в компании как бы и не поймет что ты вроде не пил зато как бы чувствуешь себя на утро хорошо правильно вот правильно и поэтому в линейке манин есть такой сироп он называется апельсиновый спритц то есть прям так и называется видите то есть в принципе да да легко догадаться и подобрать джиггер джиггер используем джиггер и на порцию нам потребуется 20 миллилитров сиропа оранж спритц так а также чтобы чтобы наш рецепт и вкус был гораздо интереснее мы используем еще сироп розовый грейпфрут ухты но это нужно быть очень вкусно на самом деле потому что сам розовый грейпфрут очень полезен и он является очень вкусно конечно же кто-то кто спрашивает про сахар например и 5 это сироп конечно здесь есть сахар так спрашивают опа спрашиваю спрашиваю можно ли использовать сиропы с пивом вот мой вопрос вот интересно вот кстати спрашиваю подождите чуть-чуть не забегайте переливать оставайтесь с нами мы вам это все покажем есть еще сироп карамель в чем отличие от ириса вкусы похожие в целом вот такие основы как сахар карамель и тофина например как ореховая карамель они в целом друг на друга достаточно похоже потому что них примерно один тот же профиль так очень бисквитный сливочный при этом не конечно же прослеживаются нюансы карамель она все равно больше с таким вот таким немного внутренние горьковатым что ли похоже на тростниковый какой-то сахар вкусом при этом сливочный ириска в данном случае она больше похоже на сливочное масло она более нежная скажем так у них есть небольшие нюансы отличия но не глобальные слушай ну вот здесь уже я вижу похоже на опероль да уже детали на появляются от него итак что нам еще понадобится это немного газированной воды так добавляется газированная вода то есть в принципе вы видите два сиропа лед газированная вода добавляется от красиво как получается ох кому-то сейчас повезет отведать мне вот все вот как быстро разбирают ребят просто безотходное производство раз а также если вы помните то вот вкус опироли и вкус грейпфрута они же такие с горчинкой да вот и чтобы опять же соблюсти баланс напитка мы добавим еще немножко сладкого лимонада газированного так добавляем существенно это круто мне кажется очень здорово дома так намешать себе и даже мозг же можно обмануть что типа это не ну это как как будто алкоголь по всем ощущениям да а при этом никакого такого ну сильного вреда как от алкоголя конечно не будет ой подобные вариации безалкогольных напитков с претензий на алкоголь сравнительно условно скажем сравнительно недавно появились но как правило то публика те потребители которые даже нас смотрят это благодаря вам безусловно почему потому что например там встречается компания в баре или в ресторане и люди кто за рулем либо по каким-то определенным соображением по здоровью или по еще каким-то причинам они не пьют алкоголь но не хотят да вот уже в тусовке будет быть в теме не просто есть стаканом сока и такие веселее круто нет конечно тоже хочет был винный бокал был апельсин мята какие-то фрукты но безалкогольный вот прекрасный вариант вот такое решение да и при этом тут еще спрашивают какие фруктовые сиропы подойдут к капучино фруктовые именно до фруктовые с максимально скажу так минимальным содержанием каких-то фруктовых кислот которые есть на данном случае например можно взять грушу и и скомбинировать либо с ванилью либо например с той же карамелью я не всегда рекомендую как в прошлом эфире мы говорили чтобы молочные горячие напитки сочетались именно с какими-то фруктовыми продуктами потому что из-за повышенной кислотности есть вероятно что он будет сворачиваться молоко поэтому к сожалению там клубника черника немало будут подходить старайтесь брать какие-то больше подходящие вкусы но при этом напиши шоколадное печенье или брауни в сочетании с сиропом черника будет подходить извините здесь просто красота вот мы закончили как раз коктейль мы перемешали украсили апельсином вот и все теперь это может сказать такой лимонад со вкусом опироли вот очень круто да давай позовем наталья наталья подходить к нам кадром и увидела цвет она сказала обалдеть пожалуйста пробуйте наслаждайтесь моя работа да хорошо смотрите как все видишь и можно потом я очень рад что вам понравилось вот просто кто-то пишет вам ребята напоите ведущую но как бы у нас и безалкогольная сколько бы я этого всего не выпила я не обвиняю у нас дружба жвачка да сегодня мы не можем все позвать завтра пятница вот да вот уже мы дальше посмотрим как буду начаться вечера а то есть ты тоже теперь взял себе красивые красивые высокие такие вполне себе летний и что категории хайбол или коллинз ну достаточно большого объема стаканы можно такое использовать объем можно использовать ремарку сделаем вот там где вы не видите сейчас снижение цены вот он написал там дорого что нет скидки знаете вы просто я вот вижу понимаю вас на некоторых позициях не написано именно скидка да вы добавляете это в корзину и в личном кабинете вы увидите снижение цены то есть здесь сейчас просто не обработалась программа да в данном случае там где вы не видите снижение это все вот в личном кабинете поэтому не переживаем так поехали поехали ничего страшного уже у нас третий эфир я как-то так подготовлю подготовился уже заранее на был вопрос в первом эфире во втором и вот сейчас даже в третьем мужская аудитория кричит и жажды пивных напитков варных коктейль дать и да ну я должен уважить потребителей наших и на особенно вадима вадим привет сейчас мы приготовим безалкогольный безалкогольные подчеркиваю но всегда вы можете использовать и алкогольную форму это будет пивной лимонад или бермикс как его иногда называют но вообще в принципе у нее есть тоже как у большинства напитков и категории коктейлей есть скажем свое историческое название называется радлер это германия в австрия голландия это те пивные державы которые известны на весь мир которые часто в силу того что небольшое количество разных сортов пива либо варят фруктовые сорта пива либо смешивают пиво с каким-то сиропом или с каким-то лимонадом я помню там наверно лет 15 назад как только-только я вот пришел в ресторанную индустрию работать и работал еще тогда официантом приходили иностранцы в основном немцы заказывали раньше я не знаю может быть как сейчас раньше было принято почему-то приносить в такой башни огромное пиво 3-4 литра на с краником такая вот кружечки и все и ты вроде они заняты и нормально как детям игрушки дал кубики там все выпускают дальше ты сидишь там общаешься вот здесь принципе был такой же вариант и я тогда недоумевал потому что помимо пива они заказывали например там какой-то уже дополнительный лимонад ну вот там апельсиновый или лимонный мы смотрим про бренды там это может быть там справиться в она все что угодно неужели это вкусно каким-то одним не помню вечером днем я решил то попробовать и действительно это вполне себе допустимый напиток мало того последнее время даже в нашей стране в россии да что ж там в россии в москве стал это популярным почему потому что пиво сам по себе напиток он всегда очень атмосферный это не как какой-то крепкий алкоголь когда ты можешь зимним или летним вечером прийти налить и порцию там подумать бытие а пиво такой атмосферности нужно какая-то компания толпа закуска и так далее и как правило на второй на третьей кружке в основном некоторые люди особенно не очень большой комплекции в какой-то степени бывают даже девушки они останавливаются почему потому что но все это уже ты напился тебе ты не в плане даже алкогольного пенения вот ты все ты полон всего что возможно и к счастью подобные напитки позволяют продлить вечер потому что такие напитки можно пить гораздо дольше потому что там конечно же есть пивной оттенок но как правило пиво смешивается либо с какой-то газировкой либо с добавлением сиропа либо пюре каких-то фруктов и он вполне себе и свежий и летний и очень насыщенный и вполне себе даже такой вот слово питки покопался у себя где-то голове до впитки носки и хлестки и перпитки на что-то финская именно пиво у нас есть она у нас безалкогольная можно не бояться но у ней но я думаю что зеленую бутылку узнали многие при этом знаешь еще раз опять-таки тебя по старой доброй традиции перебью кто-то спрашивает да про сиропа про их количество здесь сейчас представлено 9 сиропов но в принципе можете зайти на платформу озона вбить там бренд манин и посмотреть все предложения которые есть от этого бренда по выгодным ценам просто переходите именно в подпункт к бренду да все это легко сделать просто смотрите когда вы например добавляете нажали на какой-то из продуктов здесь есть точечка таковите манин до надпись она активно вы на нее нажимаете и здесь весь перечень и посмотрите какие цены здесь есть приятные предложения для вас поэтому все это можете заказать именно так я смогла пропустить просто про пиво но не могла мне сказать так а я поразмыслил насчет именно пивных напитков зачастую подходят какие-то цитрусовые фруктовые тона в целом любая палитра кроме наверно к все-таки каких-то супер кофейных вкусов хотя я вот в прибалтике даже наблюдал такую картину как люди пили темный стаут например шоколадным сиропом или с карамельным сиропом потому вообще в идеале подбирать профили вкусовые сочетания какие-то вкусовые именно исходя из исходника все остальное светлое пиво возьмите какие-то светлые яркие сочные вкусы если у вас например какой-то уже в целом фруктовым вишневое пиво туда можно добавить какого-то цитрусового оттенка дай например какую-то корицу чтобы сделать именно куда пряность добавить темное пиво очень хорошо ложится именно на темные вкусы опять же гринадин понятно земляника малина и безусловно специи и конечно же какие-то кондитерские оттенки про которые говорил шоколадное печенье брауни корица карамель потому что даже в темных сортах пиво можно почувствовать вот вот эти жженые ноты прекрасно сочетается я добавил гринадин так для для до такой легкой легкой нотки фруктовости дальше будет юзу на сегодня юзу такой хедлайнер да не смотря на то что это вкус летний но зимой нам как людям живущие там восемь месяцев в году за пределы белого света конечно же лимон это основоположник нашего стола или наших напитков то есть вот ты поскольку 50 нет я наливаю вот на такой большой объем 30 пюре 30 и 10 сиропа потому что я бы хотел выделить именно цитрусовую ноту но подчеркнуть ее фруктовыми оттенками в качестве гранина если бы сделать другую пропорцию у нас бы ягода вылезли бы на перед на передний план и немножко может быть либо смущали но опять же у нас был напиток фруктовая ягодные каркаде поэтому вот сюда я добавил пока не буду добавлять лимон пиво все пиво варится все в порядке сюда сейчас добавим лед добавим опять заходит на твою территорию кстати говоря в некоторых странах даже популярны горячие пивные напитки намного проще если они как правило их подают формате какого согревательного напитка 1 достаточно вы да я хочу сказать вам что она остается буквально 10 минут до конца трансляции и также хочу отметить что цены самые выгодные это либо момент трансляции либо час после ее завершения так я сейчас просто пока разговаривать вот этот волшебный звук да да все она безалкогольный когда идет в первый глоток ты понимаешь что что все можно больше не продолжать да 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 наливаем опять же можете комбинировать например с тем же каким-то лимонадом пополам один двум один трем него вот как вам нравится вот так вы и правы всегда говорят вот а как ты думаешь вот если сделать куда вот такой баланс или что-то еще добавить сделаны куда вкусный когда всегда самый вкусный напиток будет тот который вам нравится если вы привыкли пить пиво с томатным соком или водку закусывать арбузом супер так получается все пиво смотри как красиво опять же у тебя так слоями получается все хорошо слушай но это прям такой плавный градиент от бордоу переходит на золотистому очень красиво но нам нужно кого-то точно будет пригласить в студию кто сможет отведать этого шикарного я перемешаю чтобы я один перемешаю который мы отдадим зрительный зал да правильно так если используете пюре старайтесь хорошо перемешивать для того чтобы вкус полностью распределился по всему напитку не надо миндаль ничьи с этим напитком прям вот так вот прям жестко его замешаем да возьмите не забудьте ложку вилку да 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 и помешайте так это пиво с трубочкой или вообще это пьют с трубочкой трубочкой так лимон добавляется так то есть и лимон не закислит ну не закислит точнее не как пиво да поэтому мы можем себе это позволить визуально конечно любые там какие-то гарниры или украшения которые вы добавляете они должны давать отсылку давать какое-то понимание человеку которому вы это приготовили должны давать понимание что он пьет было бы странно если сюда арбуз да положить или дыню например но а так как у нас есть цитрусовый оттенок туда лимон у нас есть ягоды поэтому можно еще я клубника но пока ты знаешь нарезаешь клубнику ним пожалуйста повторить еще раз рецепт потому что спрашивают кто присоединился было 10 миллилитров сиропа гринадин но вы можете выбрать и грейпфрут и в целом какие-то ягодные вкусы которые у вас есть я добавил вторым этапом это 30 миллилитров было пюре юзу но в сочетании с пивом может подойти манга маракуйя черника вишня в зависимости от того сорта пива который вы используете к светлому фрукты к темному темные ягоды например вот так дальше я отдалил пиво 200 миллилитров перемешал можете пополам разбавить 100 пиво 100 спрайта например без алкоголя без алкоголя сейчас без алкоголя можно заменять на алкогольную так немного мяты мят это всегда символ такой свежести летом хочется лет нет я люблю зиму просто я очень зиму это сейчас как раз моя самая теплое время года для меня да мы немного пошлепаем и нет вообще если готовить например мохито или как-то украшаете мы называем это взбодрить мяту а слегка его так вот об ладошку стукнуть ну как будто она нашкодила эфирные масла раскрываются и вы чувствуете аромат садовый мято было бы прикольно садовый базиликом запах да вот это было бы очень уникальная тема что струбочка или что они у нас что снега и шипа подрать из это соль или что это такое и сода и все зашипело все испортят а это сахарная пудра красиво слушайте я вот сейчас тогда долью сюда и мы не будем его перемешивать да ну потому что очень красиво видно вот так вот про плавный перелив такой градиент красивый так пиво светлое ну в данном случае светлая безалкогольная при этом скажем так вы можете алкоголь на добавлять и также спрашивают что за вкус гринадин это ягодные сиропы это микс ягод черная смородина клубника малина сейчас давайте позовем все таки пиво более мужской напиток но здесь конечно так украсили что он подойдет ну как мужчину так и женщину попрость но заходи к нам заходи наш помощник во всем все наши коллеги счастливы когда приходит бренд манин потому что можно испробовать супер вот видите как здорово то есть вот день прошел не зря когда он может например выглядеть вот таком формате но в силу того что там есть пюре это довольно плотный продукт если вы подаете гостям не перемешанным его тогда подавайте с ложкой либо с ложкой вилкой либо с ложкой ложкой так как например в испании подают сангрию фрукты ты же допиваешь погрызть бы дальше оттуда клубника внутри все таким образом гость может сам например или там ваш как приятель сам это перемешать вы приобщаете его немного к искусству смешанных напитков да но при этом ты знаешь это уже даже многие живут женщина наталья спрашивает адрес куда приезжать сколько у нас всего 3 улице строителей дом 25 квартира 12 конечно именно так но на самом деле получается у нас три минуты буквально до конца трансляции вопросы пожелания но при этом давайте еще пройдемся по всем позициям да можно как-то вот рассказать просто какой вкус кому под что посоветуете да какие сладкие какие более кисленькие да на любителя что сегодня у нас тут представлено давайте в григории либо я как хотите можете по очереди сегодня мы использовали такой наш флагман это было пюре юзу это хороший цитрус интересный который подходит как в горячий так и в холодные напитки как вы сегодня увидели и он очень вкусный и он будет он понравится очень многим людям я думаю так один с моей это был пюре груша продукт который в целом был придуман для сначала холодных напитков такие как смузи например лимонад холодные алкогольные напитки и безалкогольные напитки в целом именно холодные напитки мы именно вот такую общую категорию возьмем потому что там есть очень много разных там подвидов и сообществ коктейльных но тем не менее хорошо подходит именно холодному варианту а также конечно и горячему потому что груш сам по себе очень такой универсальный продукт и в свежем виде виде пюре и сегодня мы готовили его с чаем ромашка нет пардон с черным чаем и сливочным маслом к черному чаю к зеленому чаю любому чаю подходит и я даже делал эксперимент я готовил рав да это сливки и молоко и либо просто сливки эспрессо пюре груша и сироп соленая карамель и это потрясающе а вы заметили про один какой-то рассказать а он взял и сразу под куфе подчеркнули вот это вот это вот это да и все так григорий а что мы еще с тобой сегодня использовали апельсиновый сприт вот который используется как раз для безалкогольной вариации коктейля пироль да 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 он отлично для этого подходит и можно смешать его тоже с разными вкусами на самом деле и получится отличная горчинка саш покажи покажи пожалуйста отличный отлично наташа уже практически все добила но туда еще грейпфрут добавляли да и мы добавили туда еще розовый грейпфрут я думаю многие кто увлекается фруктами и кто любит разные фрукты они знают что грейпфруты есть разных видов и мы добавили именно розовый грейпфрут так у которого есть уникальный вкус и и он очень интересный шикарно так и у нас буквально ребята одна минута что нам еще нужно сказать из недосказанного что это бренд манин да что сегодня весь перечень по выгодным ценам внизу в левом углу что у тебя есть ковшик правильно для согреву для согрева что можно добавлять правильно вот есть сироп и как в блюда какие-то кулинарные да там пироги и панкейки тортики так и в принципе в любые варианты целом вы можете просто добавлять даже как топинг если вы там едите блинчики какие-то сладкие или кита оладьи или вы например просто решили порадовать себя ванильным мороженым но хотите с каким-то интересным вкусовым дополнительным оттенком можете добавить грушу можете добавить к это кофейный вкус целом может даже какой-то фруктовый если любите кислинку даже возьмите юзу или розовый грейпфрут с выпечкой да безусловно это все работает и даже если вы делаете фруктовый салат и вот он пожалуйста классный лайфхак возьмите к это цитрусовый вкус и заправьте им фруктовый салат вот у вас будет некий такой вот фруктовый соус и если даже готовить и какую-то не знаю может быть там свечи или тартар из рыбы цитрусовые компоненты которые изначально исторические были вот подобных рецептов можно тоже дополнительно усложнить каким-то продуктом не ягоды но например цитрусовым розовый грейпфрут нам суть очень хорошо подходит и юзу в том числе ну что ж спасибо вам огромное ребята сегодня здесь был бренд манины его представители григорий и никита вы не приключались ставить на платформе озон спасибо вам спасибо вам спасибо всего доброго